Девятнадцать часов двадцать минут Москве. Это программа особое мнение. Особое мнение сегодня представляет писатель Виктор Ерофеев. Плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять телефон для ваших вопросов. Вот мы уже упоминали о том, что на самом деле Надежду Савченко встречали и в аэропорту Борисполь, и на улицах совершенно как героя. И сама она тоже выступила с определенными словами. И среди прочего было сказано следующее. Она говорит о том, что хочет, чтобы люди стремились к миру, а не к войне. Но, к сожалению, иногда мир возможен только через войну. Бывает такой рубеж, после которого другого пути нет. А вы с этим согласны? Действительно, мир иногда бывает только через войну. Ну, когда вы говорите слово иногда, тогда немедленно можно соглашаться. Потому что иногда совсем можно согласиться в какой-то момент. Иногда это становится ключевым словом. Но мне кажется, что вообще вся эта схоластика, что мир через войну или война через мир, она не работает. Мне кажется, что то, что случилось два года назад, это чудовищное событие на несколько веков. Вот этот конфликт между Украиной и Россией. И, конечно, тут я его вижу как просто безумие. Просто безумие. И чтобы примириться, надо сделать все. И, не знаю, конечно, в общем, наверное, надо думать о том, что наши бравые Ерофеев с Александром, наверное, к Киеву дошли, если бы захотелось кому-то. Но, с другой стороны, лучше бы просто успокоиться и начать выстраивать отношения с Украиной. Украина, по-моему, готова на это тоже. Естественно, не вся Украина и не на все готова. Но, в принципе, она выходит на какие-то договорные нормы. И пора вообще с этим закруглять. Вообще, как я говорю здесь, на Эхо-Москве вообще пора курс менять все-таки. Так, ну-ка. Курс. Ну-ка, курс. Не в смысле переворот государственного. А курс надо менять. Ну, вот, значит, я смотрю, что мой коллега Гангелевский сорвал, значит, что там он сорвал, приклеенный к стене, на метро со Сталина, да, какой-то А4. Вот. И вот тут же, значит, схватили, схватила полиция. Так что ж, получается, что у нас уже окончательно реабилитировали Сталина, что у нас он опять стал великим вождем нации, так тогда почему трусливо об этом не объявить? Это будет одна смена курса. Но этого я не хочу. Наоборот, я хотел бы сказать о том, что победа Сталина – это будет победа коммунистов, не Кремля, а коммунистов. И Кремль напрасно гладит по голове тех, кто предлагает реабилитировать Сталина. Но опять тут надо было поточнее и пояснее. И вообще еще раз надо вспомнить о том, что мы принадлежим все-таки своей основе к европейской цивилизации. Я имею в виду не нашей ментальности деревенской, а основы нашей культуры. И Пушкин говорил о том, что у нас единственная европейская страна – это наше правительство, говорил Пушкин. Так достаточно, я бы сказал, оптимистически, иронически. Было бы хорошо, чтобы в Кремле иногда вспоминали слова Пушкина и старались найти какие-то контакты с европейцами. Я думаю, там не каждый второй был. Мне кажется, там есть ряд людей, которые это воспринимают как ругательство вообще. Мы приказали вспоминать Европу как ужас и ругать ее, и считать ее ругательством. А на основе другие времена, и вспомните 1954-1956 год, все те, которые на коленях встанут перед Сталином, все вдруг поменяли и побежали в другую сторону. Да, но ведь это происходит, когда разрешают. Вот сейчас, вот пожалуйста, вот вам свобода встать с колен. И поменять этот курс, потому что все-таки вот это вот такая велотекущая идеология, которая говорит, давайте всех примирим. Вот я слышал такое от разных людей, начиная от Соловков и кончая здесь в Москве, что вот в общем и белые хороши, и красные хороши, и Сталин хороши, и, значит, вот его расстрелянные жертвы хороши. Но это же бред собачий. Это не может такого быть, когда один палач, и он уничтожает лучшее, что есть в народе, оболванивает народ до такой степени, что 86% аплодируют палачу, который оболванил народ. Вот, то есть, по сути дела, выполнил свою миссию, которую задумал. И после этого у нас встает вопрос, что делать дальше. Ну, что делать дальше? Наверное, все-таки определиться со Сталином, твердо определиться. Нет, если они скажут, что мы его любим, так тогда пусть они тоже во весь голос это скажут, чтобы было понятно. Ну, во-первых, хватает поэта за то, что он протестует против Сталина, и там где-то в публичном месте в метро срывает портрет. Ну, мне кажется, это действительно дорога в ад. Да он, кстати говоря, по-моему, это и сказал сегодня, что это дорога в ад. Но ведь с другой стороны, это ведь тоже не очень честно. Ждать какого-то одобрения и какого-то постоянного вектора. Вот кого мы сегодня любим, а кого мы сегодня не любим. Наверное, это дело-то, вообще-то, обычного человека. Ну, чего, как-то больше узнавать о предмете, прежде чем о нем судить, да? Вырабатывать какую-то свою точку зрения, а не дожидаться очередного общественного решения. Как мы теперь относимся к истории? Ну, с точки зрения возрождения, вы правы. Но у нас его никогда не было. Поэтому получается, что есть некоторые люди такого возрожденческого какого-то характера, как, наверное, вы и многие на их Москве, и которые говорят, а подождите, давайте мы... Тут надо включать, потому что после возрождения был такой серьезный период просвещения. И этот как раз вот период привел к тому, что идеи возрождения, они каким-то образом вошли в массу, да, в массу Европы. У нас этого не получилось, потому что мы как-то запоздали с крепостным правом, а потом Советский Союз совершенно не формулировал такое личностное сознание. Вот мы это как бы принесли. Поэтому здесь, если пропаганда работает с населением абсолютно как... Как такой торт радостный, праздничный разрезается по случаю Сталина и мракобесия, то развернет эту пропаганду в сторону европейских ценностей, и начнется спотыкание. То есть тут надо более серьезно, более внимательно продумывать сначала программу, а потом уже те шаги, которые вы предлагаете. Потому что эти шаги можно только предлагать тогда, когда есть куда и к чему и к кому обратиться. А сейчас на этом фоне нет. Сейчас это должно быть включено в какую-то систему просвещения, причем именно и включая телевизионное. И это еще должно быть, сейчас скажу страшно, но еще должна быть некоторая система принуждения. К просвещению? К просвещению. Ну, потому что принуждение не в смысле под автоматом, а просто к тому, что ты пойди и продумай. Ну, Петр резал бороду, резал. Это неправильное движение. Но то, что чего-то его раздражало, и он хотел через это перейти. А я помню хорошо, как Немцов в 90-е годы у меня где-то на дне рождения говорил, а скажи, вот врать народу можно или нельзя? Я говорю, а как ты думаешь? Он говорит, нельзя. Я говорю, ну вот с этой идеей ты вот будешь крутиться всю жизнь. Может ли политик не врать народу? Мне кажется, идеальный мир же. Ну, вот дело в том, что Немцов был идеалистом замечательным. А принуждение к просвещению? Вот люди, которые просвещены, они же государству-то невыгодны. Они зачем ему такие? Смотря какое государство. Ну, как. Есть государство, которому выгодно, кажется, именно такие людей нужны. Именно таких людей приглашают и говорят, идите к нам, мы вам еще дадим денег. У вас столько денег, а мы еще вам добавим. Нет. Есть государство, которое готово с просвещенными людьми работать. У нас просто получилось так, что у нас достаточно сильная была каста, она называлась интеллигенция, и я помню, когда она еще была прекрасная и очень выпуклая. Ну, а сейчас вот от того, что смешалось много разных ценностей, о чем можно специальную передачу сделать, она тоже, эта интеллигенция, так поблекла, и довольно сложно работать с ней. Сложно. Спасибо. Сложно. Ну, у нас тоже что-то есть, не так все плохо. И у нас довольно сильный творческий потенциал в стране и был, и остается, и, я надеюсь, еще прибудет. Нет, наша страна талантливая, тут гораздо более талантливая, чем государство наше. Поэтому я бы тут не так уж пессимистически на это смотрел. Что касается американцев, мы очень плохо знаем Америку. Мне где-то вот в начале 90-х годов я туда все время ездил преподавать русскую литературу в разных университетах и убедился, что, в принципе, Америка состоит из двух кругов культурного кровообращения. Не один, как у нас считается, что вот эта глупость циркулирует так постоянно. Да, там есть, значит, одно понятие успеха, она как раз так прокручится через всю страну и захватывает всех. Но там есть еще такое понятие, как человеческое счастье, которое включает в себя, как ни страны, идею порядочности. Вот таким человеком был Артур Миллер. Кстати говоря, в четыре года он прожил с Мерлин Монро. Я его знал, и вот я думаю, вот интересно, вот прямо вот человек, который как-то антиреклама такой глупости. И, конечно, таких людей в Америке много. Их не миллионы, но вот эти 500 человек, они как раз принадлежат к этому малому кругу. Их там объединяют некоторые вещи. Ну, там, допустим, журнал «Нью-Йоркер», который, в общем, как бы вот это формирует. Ну, отчасти, но тем не менее. Это хороший журнал, когда ты в Америке, и если ты его читаешь, то ты как бы включаешься вот в этот малый круг. Я там имел счастье писать в него, и я видел, как это, в общем, прямо, скажем, неплохо растворяется в сознаниях вот этого вот круга. Так вот, эти люди, они подвижные, это подвижная такая активная среда, и действительно, они не могли не прийти в ужас от того, как идет нынешняя гонка. Но с другой стороны. Дело в том, что, как правило, они все придерживаются такого коммунистически-либерального взгляда. И вот с этой точки зрения тоже не все получалось в Америке. И с точки зрения консервативного не получалось. То есть какое-то было ощущение у меня, например, когда я там часто был, просто ездил туда, как заведенный. Такое было ощущение, что что-то должно прийти из будущего. Мне казалось, что из будущего должно прийти что-то интересное. Вот пришел, ну, как бы решение должно, решение, ну, вот этих, тех, которые на социалке, которые в городах ничего не делают, и вообще такое-то, вот тех вот инуитов, эскимосов на Аляске, которых я видел, которые абсолютно разложились, не прием американских дипломатов будет это сказано, ну и так далее. Там действительно вот какие-то есть пласты разложения. Я думаю, что они придут, потому что ни либеральная, ни консервативная точка зрения они не могли вытащить эту проблему. Ну вот вместо, значит, хорошего дяди пришел монстр абсолютный, с золотыми квартирами, домами, который порвал просто как пес политкорректность. Ну, в общем, действительно невероятные дела. И с точки зрения, с точки зрения как раз закона джунгля, он прав. Потому что действительно и те лицемерили, и эти лицемерили, и те врали, и эти врали, что, я имею в виду, консерваторы. А тут приходит парень, который все своими именами называет. А тут приходит, который все называет своими именами, но ничего не сделает, потому что эти-то продвинулись достаточно далеко. Там нужен другой совсем парень. Вот с той идеологией, которой поди разбери какой. А этот пришел из джунглей, причем из джунглей прошлого. То есть это такая как бы отрыжка прошлого. Конечно, это будет, с одной стороны, позор Америки, если он придет к власти. Ну, ничего страшного, там они переживут 4 года этого позора. Но позор будет страшно Америке. Но, с другой стороны, это хороший такой звонок для и консерваторов, и для республиканцев, и для демократов, и для интеллигенции, для этих ребят, моих коллег, 500 человек, и для журналистов из Нью-Йорк Таймс. Что надо просто включать мозги. Я тоже не раз и не два писал для Нью-Йорк Таймс. Меня там цензуировали гораздо больше, чем в Новом мире советском. Потому что ты должен там писать только то, что соответствует либеральной гуманистической доктрине. И так, а если ты там начинаешь куда-то ходить, и получалось смешно. Я писал для Хэрилл Трибюн, значит, это международная версия Нью-Йорк Таймс, и они пропускали это без единой помарки. Потом они мне звонили в Москву и говорили, о, как они всегда, они такой энтузиазм проявляют, чудовищный. Это потрясающая статья, а мы ее берем. Только вот это надо. И присылали, и тут все, то, что мне казалось самое важное, все улетало. И просили исправить, и я отказывался исправить. И тогда они печатали, выбросив все это, и писали, к сожалению, не было места. Ну, не поместилось, это бывает. Не поместилось, да. И вот не поместилось, в конце концов, не поместилось вот то, что не входило в эту систему. И вот на этом месте как раз, но не на моем, а на этом пустыре вырос вот этот, не Трамп, а Трумп. Но, интересное дело, получается, что Дональд Трамп это такая прививка от простых решений в случае победы. Нет, этот человек джунглей, но он ничего не решит, потому что, я еще раз говорю, что он человек не из будущего, он человек из прошлого. То есть просто в прошлом там все то, что он называет, называлось своими именами. А потом пришли люди, которые сделали такие косметические, такие макияжи сделали. Вот, это, они думают, что проскочим с макияжем. И где-то проскочили, а где-то застряли. Вообще-то, тема, как ни странно, вот, казалось бы, огромная страна, огромное количество мозгов. И все равно было видно, как то там, то сям она зависала. И я глубоко этому сочувствовал, потому что там действительно невероятная энергия, и там очень много делается для того, чтобы эта страна стала странной будущей. Но вот тут, видите, вот что-то не получилось. Это особое мнение Виктора Ерофеева. Слушатели просят вас прокомментировать еще одну тему. Вы, наверное, знаете о статье, которая была опубликована в Новой газете, о так называемых группах смерти. Группах в социальных сетях, в которых, среди прочего, общались подростки и, как полагает автор этого материала, в которых подростков склоняли к суициду. Вот сегодня пришла новость из Омска. Правоохранительные органы, которые начали заниматься этой историей, накануне они говорили, что ищут женщину, которая упоминается в этой публикации, имеет отношение к этим группам под псевдонимом Ева Рейх. Сегодня стало известно, что это 13-летняя девочка. Сейчас следователи ищут других людей, которые могли ее наставлять всяческим образом, в том числе и совершеннолетних. Но Илья вас спрашивает, вообще есть ли какой-то мотив у этих людей? Можно ли предположить, что вообще в голове у человека, который создает это? Ну, тут две группы людей. Одни совершают самоубийство, а другие их подталкивают. Да, вот те, кто подталкивают вот с этими китами и со всеми этими удивительно страшными вещами, ну, это, в общем, конечно, те манипуляторы, которые есть в человечестве на самых разных уровнях. И есть люди, которые подталкивают людей к войне и к убийству и к насилию. А есть люди, которые получают удовольствие от того, что люди совершают самоубийство. В общем, мы очень плохо знаем человека. И, в общем, наше гуманистическое сознание выносит человеку сразу положительные отметки. И приходит в ужас, когда эти положительные отметки не соответствуют самому человеку. Поэтому такие есть люди, и они есть в этой запрещенной организации ГИЛ, которые просто получают удовольствие от казни, удовольствие от того, что они убивают и получают при этом большое количество аплодисментов от таких же, как и они. А вот те, которые кончают жизнь самоубийством, вот это другая часть людей. И мы все знаем, что такая волна самоубийств прошла после Вертера Гиотовского и не только после него. Ну вот, и здесь надо понимать о том, что психика человеческая очень хрупкая, слабая часом. И поэтому с этим тоже надо работать. Ну и вот получается, что не работает. Но так, чтобы кричать, не смейте об этом писать, не смейте это пропагандировать, давайте это все закроем, тогда будет этого меньше, то есть зароем проблему в землю. Но это такое решение советское, а по-советски мы знаем, чем это все кончается. Кончается это по позорным распадам всей системы. Ну вот что касается вот этой природной страсти в человеке к жестокости. Одно дело, когда речь идет о войнах. Неважно, войнах за деньги, войны за господство, войны за религии и так далее. Но тут-то речь идет о детях. Это не должно произойти что-то более глобальное, как будто это вих. Ну, вы спрашиваете, человек, который написал, начал писать вообще все свои вещи с анализом Ракиса Десад. Почитайте, он там уничтожал детей тоже с превеликим удовольствием. Там все это было, это 18 век. И Сад все это прямо показал рукой и пальцем, я не знаю, чем угодно, своим членом на это указал. Сказал, вот, это все будет. И это было, и это всегда было. И никаких тут войн, просто есть жестокость, в которой мы находимся за чертой нашего разумения. Но это нашего с вами разумения. А есть еще другие люди, третьи, пятые, десятые. А есть люди, которые могут быть нормальными, они потом пошли служить в гестапо и сошли с ума. Или в полицию в какой-нибудь большой такой необъятной страны. Не знаю, как ее назвать. На каком-то частном своем уровне вы понимаете, как вот сейчас, в 2016 году, когда мир уже совершенно другой, его изменил интернет, как разделить, как оградить ребенка от того, что ему может принести этот мир. Это серьезный вопрос. Я думаю, что действительно это испытание. Интернет перед человечеством ставили самые разные испытания в течение всей истории. Вот еще одну поставили такую интересную проблему, интернет. Она, конечно, это серьезная и страшная проблема. Она, с одной стороны, ну просто изобилие удовольствия и сладости, и вообще секс, и взаимопонимание. А с другой стороны, это вот тоже приглашение к убийству. Виктор Ерофеев и его особое мнение были в эфире. Меня зовут Оксана Чиж. Спасибо вам большое. Спасибо.